Приветствую всех нейрохудожников и все кто увлекается нейросетями. С вами Дмитрий и сегодня я расскажу еще про одно расширение, с которым вы сможете делать вот такие же классные арты, которые у вас на экране. Но перед началом хочу сказать пару слов о смене названия и дизайна канала. Не переживайте, все нормально, это все тот же канал, просто раньше он назывался магия нейросетей. Я об этом писал кстати вот в этом посте во вкладке сообщества, но очень сомневаюсь, что туда вообще кто-то заходит. А если в двух словах, то в начале была идея обозревать разные нейросети, но потом я решил изменить концепцию канала и сосредоточиться только на Stable Diffusion. Я уже полтора года продолжаю ее изучать и до сих пор считаю, что это самая классная нейросеть, которая есть на сегодняшний день. Если вы сейчас здесь смотрите это видео, то скорее всего тоже так считаете. А если нет, то я уверен, что вы ее очень скоро полюбите. Она на самом деле очень простая, только в ней надо немного разобраться. Да, кстати о замедлении ютуба. Ходят случаи, что ютуб закроет, но если так, то я надеюсь, что это ненадолго и мы скоро вернемся к нашей привычной жизни. А если нет и будет все совсем плохо, у меня есть еще группа ВКонтакте, переходите в нее, там точно мои видео не пропустите. А что делать с замедлением в ютубе? Переходите на бусте, там на главной странице я написал, что делать, если у вас замедлился ютуб. Если вы живете в России, как и я, то нам уже не привыкать к разным санкциям и блокировкам. И как говорил один известный философ, все, что нас не убивает, а санкции и блокировки нас точно не убьют, то мы как-нибудь все это переживем. Ну а дальше вы знаете. В общем, верим в лучшее. Ну а теперь давайте перейдем к расширению. Называется оно Detail Daemon. Если у вас стоит моя сборка, то оно там уже установлено. Если нет, то давайте установим. Переходим в Extensions. Выбираем Available. Нажимаем Load From и в поиске пишем Detail Daemon. Выбираем его и жмем установить. После установки обязательно перезагрузите интерфейс. Если вы все делали правильно, то оно должно появиться среди расширений. А теперь давайте расскажу, что оно умеет и как им пользоваться. Подробную информацию о нем можно прочитать на странице разработчиков в гитхабе. Там много чего написано, но если простыми словами, оно улучшает качество картинки и добавляет дополнительные детали. Давайте для начала сгенерируем простенький промпт. Это будет портрет красивой девушки, загорающей на пляже. Если кому интересно, модель у меня стоит DreamArt Fusion. Очень классная модель. Вае ей не нужен, он уже вшит. Генерирует она на 10 шагах. CFJ Scale можно поставить на 3, можно чуть больше. Генерирует очень шустро. Прям рекомендую. Ссылку на нее и на решение оставлю в описании. Включаем A Detailer, чтобы не искажались глаза. Кохия Хорес Фикс, чтобы не растягивались конечности при большой картинке. Если у вас этих расширений еще нет, то советую установить. Добавим негативный промпт. Он у меня уже есть в стилях. Если у вас моя сборка, то там все это уже есть. И генерируем. Получилось уже довольно неплохо, но можно еще прокрутить пару раз, чтобы добиться лучшего результата. Если вы еще в этом году не были на пляже, обязательно сходите. Там тоже очень много красивых девушек. Да и отдыхать от компьютеров и повседневных дел иногда надо. Ну вот получился очень неплохой вариант. Давайте на нем и остановимся. Зафиксируем сид и перейдем к нашему расширению. У нас открыто четыре ползунка. Ниже есть еще два. Но сначала разберемся с верхними, потом доберемся до нижних. Теперь давайте сместим ползунок Detail Amand. Это количество деталей немного правее. И посмотрим, как она сейчас изменится. Если обратите внимание на зеленый график, который справа, то у нас увеличилась шкала немного вверх. Теперь у нас не только девушка стала красивее, но и сама картинка стала ярче и контрастнее. А к одежде добавились новые детали. Теперь давайте перейдем к ползункам Start и End. Эти ползунки как раз регулируют силу детализации. Если их сдвигать по направлению друг к другу, то детализация будет слабее. Если друг от друга, то сильнее. Давайте сдвинем End на одну единицу справа и посмотрим, что получится. Картинка у нас снова немного изменилась. Но на фотке появились какие-то странные блики или засветы. На самом деле это расширение пытается добавить картинке какие-то детали, исходя из концепции промпта. То есть если девушка сидит на пляже, то соответственно светит солнце. Расширение пытается вписать солнечные блики. Если например в промпте девушка сидела бы у ночного костра, то эти блики превратились бы в искры летящие от костра. Поэтому эти ползунки нужно уже настраивать индивидуально, исходя из промпта, путем экспериментов. И имейте в виду, что на разных моделях оно будет работать тоже по-разному. Например, давайте добавим к промпту какой-нибудь стиль и посмотрим, что будет. Теперь давайте сравним фотки. Посмотрите, как оно интересно добавило здесь детали. Здесь блики превратились в камушки, на теле появились какие-то песчинки, одежда превратилась в какой-то гринжовый купальник. Таким образом вы сможете управлять детализацией еще с помощью промпта или например с помощью стилей. А если вы еще добавите лору, то оно усилит эффекты и от лоры тоже. В принципе, если вы добавили детализацию с помощью одного верхнего ползунка и результат вас устраивает, то можно старт и энд вообще не трогать, можно оставить как есть. Но тут повторюсь, все индивидуально в зависимости от промпта. Ну и моделей. Нижний ползунок BIOS отвечает за количество деталей и за их вариативность. Если покрутить их вправо, то будет меньше деталей. Если покрутить влево, то будет больше деталей. Галочка Smooth сглаживает линии на графике. Влияние ее на картинку я не заметил. А вот по поводу режимов, то разработчик советует для усиления детализации использовать режим Boot. Теперь давайте перейдем к нижним ползункам, где Start Offset и End Offset понижают или повышают линию выше оси X. Ползунок Экспонент в зависимости от этого может как улучшить картинку, так и ухудшить ее качество. Ползунок Fade при этом приглушает качество картинки. Если передвинете его вправо, то увидите, как линия становится тусклой. Эти ползунки нужны для более тонкой настройки детализации. Если на картинке у вас все хорошо, можете их тоже не трогать. Как я уже говорил, оптимально настроить это расширение можно только путем экспериментов с вашими промптами и с вашими моделями. Давайте посмотрим, как будет работать Detail Damon на других промптах и с моими настройками. Для начала я сгенерирую картинку без расширения, а потом включу его. Теперь давайте сравним картинки и посмотрим на до и после. Я думаю, разница очевидна. Вот так работает это расширение. Если у вас с первого раза что-то не получилось, то можете просто использовать вот эти настройки, которые видите сейчас на экране. На всякий случай повторюсь, на других моделях оно может работать по-другому. Поэтому скачивайте DreamArt Fusion и тогда все у вас получится. В принципе на этом у меня пока все. Не забудьте подписаться на канал, а лучше еще и на группу ВКонтакте, а то кто его знает, что будет дальше. Спасибо за просмотр, всем творческих успехов и всего наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok